Служение нового поколения начиналось с нашей глубокой дружбы со словом жизни. Первый иностранный проповедник, который посетил нас, когда еще я проповедовал на ступеньках, когда мы еще были на Авату, это был Карл Густав Северин. Северин нас познакомил с Ульфекманом и их учение, учение слова жизни, Бог, государство, личность, реформация общества, ну вот эти кардинальные, капитальные, такие крупные, большие реформаторские откровения легли в основу. Мы, как их лучшие ученики, вы помните, Ульф Фейкман часто приезжал сюда, это тот золотой век пробуждения, о котором, когда Ольга говорила, проповедовала, что все были вместе, целовались, обнимались, друг к другу ездили. Пастор Алексей был у Артура Симоняна, там в Ереване, там столько 10 тысяч было, у Подуная проповедовал, у Мацулы, в школе, в Москве я проводил школу, библейскую школу, брак и семья, но все было чудесно, потом вдруг дьявол какой-то, были друзья сегодня, на завтра вдруг раз, мы уже враги. Ну ладно, это все в прошлом. Я о чем говорю? Во время золотого века, во время конфетно-букетного периода наших отношений со словом жизни, когда мы, ну, здесь друг с другом общались, ездили, нередко они в Духе Святом пророчествовали в адрес пастора Алексея, церкви нового поколения и все. Может быть, они это забывают, но Бог, который сказал, он даже через ослицу, если говорит, ослица может забыть. Но Бог, он никогда не забывает. И вот, знаете, я недавно так ревизию проводил в своем кабинете, ну, всякие там у меня там заметки, всякие там эти семинары, все. И вот я зашел, пророческое слово, и вот я хочу зачитать. Вы знаете, я когда прочитал, я аж рассмеялся, господи, ты полон юмора, а? Да, сначала они пророчествовали, а потом начали нас осуждать за то, что эта пророчество в нашей жизни исполнилось. Или исполняется. Это как бы, ну, вы знаете, мы же от Бога зависим. Да, помните, как апостол Павел даже говорит, если однажды я приду и начну вам пророчествовать, не то, что я пророчествовал вначале, и, ну, как бы, попейте чаю и расставайтесь, мягко говоря. Короче, слушайте, это, я думаю, вот сейчас, когда 2015 год, а это было 1994 год, Карл Густав Северин, пророчество пастору Алексею, Рига, новое поколение, конференция 08-10-94. Это ноябрьская конференция. Скорее всего, это спортивный, это спортивный манеж. Просто Володя Ткаченко, он просто взял и говорит, все пророчества, которые вот вам Бог говорил, я все это распечатал, это только два. И вот давайте послушаем. Я умножу твое помазание, говорит Господь. Я дам тебе такое умножение, о котором ты желал так долго уже. Истина, это придет. Истина, это будет течь. Да, даже ты был в проверке, ты был на этом жертвеннике проверки, но я нашел тебя верным, и я высвобождаю на тебя высшее призвание. Когда это звучит в 1994 году, мы думаем, что это сразу в 1995 осуществится. Вы понимаете, сам, с которым Христос встретился по дороге в Дамаск, стал служителем через 14 лет. 14 лет он ходил на семинары. И вообще, пока вот, помните, мы с чего постный, а, в прошлом воскресенье говорил, что когда они постились и молились, только тогда Дух сказал, а теперь отделите мне в Арнау 14 лет. И вот слушайте, это долгосрочное пророчество. Это не просто тебе станет легче. Тебя похоронят к Рождеству. Ну, это долгосрочная программа. Я нашел верным, и высвобождаю на тебя высшее призвание. Ну, почему тогда за высшее призвание тебя... Ладно, не буду. Давайте прочитаем сейчас. Я понимаю, да. Каждый язык, кстати, это... Мне нравится. Каждый язык, который был высловожден против тебя, потерпит крах. Понимаете, как не признавать это Слово Божье. Каждое Слово, которое шло против твоего служения, оно упадет. Оно просто упадет. И я умножу и помажу моего слугу, чтобы он шел более высоким путем. И это высвобождается сейчас во имя Иисуса. Истинно ты желал многих сильных вещей в свою жизнь. И они на пути уже. И я свяжу тебя с мужами Божьими, которые действительно будут вкладывать плоды в твою жизнь. Многие пытались неправильным путем приблизиться к тебе. Но ты всегда чувствовал, где находятся правильные связи. Где ты течешь, где твоя цель. И я хранил тебя и защищал от неправильных людей. И, говорит Господь, умножение, умножение, умножение. Это приходит, и ты будешь умножаться. И люди вокруг тебя, они примут тот же самый дух. И ты даже не сможешь так работать, чтобы уставать. Потому что другие пойдут туда, куда ты не мог пойти. Россию закрыли. Я уже не могу туда идти. Оттуда ходят. И мощная армия. Армия. Она поднимется. И они будут идти из одной нации в другую нацию. И у них будет дисциплина и порядок. Они не будут идти в беспорядки. Они будут идти в порядки. И ты будешь давать им инструкции. Они пойдут, помазанные Богом. Новые проповедники. Они будут течь отсюда. Они появятся здесь, в этом служении. Умножение, умножение, умножение. Я дал тебе много лет назад мачете, духовное. В 88-м году я возложил на тебя это. И я изострю это. Истина будет течение. Будет поток. Я сегодня про поток говорил. Истина будет поток. И ты пройдешь через изменения. Это будут прекрасные изменения. Это было слово через Карла Густава, Северина, повторяю, в 94-м году. Это сколько лет назад? 20 лет. Мы в строю. И это слово, оно исполняется. Ну, а Ульф Экман, он более такого глобального плана. И вот сейчас, послушайте внимательно. 1997 год. Это сколько лет назад? Ульф Экман, пророчество о сильном движении из Риги. Рига, новое поколение, служение 03-11-97. Иисус, приди сейчас, сильный, полный любви. Вот ты. Принимай помазание. Дух Святой здесь и так далее. И вот он обращается ко мне. Твое будущее великое. Твоя нация станет стартовым пунктом для многих великих вещей от Бога. Даже в старые времена, говорит Господь, из этого города в начале века я позволил сильному движению. И снова и снова я позволю этому движению течь. Истинно, истинно, говорит Господь, Рига отмечена в моих планах. Рига отмечена в моем календаре. Рига – это стартовый пункт. Поэтому Латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве по пророческому слову через уста Ульфа Экмана, который сегодня в католической церкви. «И не думай только восток, говорит Господь, но думай север, юг, восток и запад. Я буду делать необычные вещи для тех, кто жаждет меня, для тех, кто любит меня. Я буду делать необычные вещи для тех, кто ищет моего лица, которые любят мое присутствие, которые пребывают в единстве в моем теле». Как это сегодня гармонирует, вот с сегодняшним состоянием. Все равно это слово, оно вышло, и оно работает. Поэтому позволь сейчас свежему помазанию смелости, силы, инициативы течь через тебя, разрушая цепи страха, и чтобы разрушить цепи страха, чтобы разрушить цепи страха во имя Иисуса Христа. Дух Святой говорит, то, что здесь происходит, это необычная комбинация того, что Бог сделает здесь. Это вот, это стопроцесс, это необычное. Многие люди даже не въезжают, это как? Это все вместе, и общественная работа, и политическая, и творческая, и духовная, и все вместе – необычная комбинация. Поэтому, ну как уж есть, это наш крест. Говорит, это необычная комбинация того, что Бог сделал здесь, в этом городе. Это отличающаяся от других необычная комбинация. Иди и достигай многих, благословляй многих, оставайся в потоке, стань фактором духовной силы, не фактором религиозной силы, но действующим фактором духовной силы. Это как будто глаза сильно открываются. Это как будто пришествие сезона весны. Все вокруг тебя тает. И большой поток ждет своего высвобождения. Аллилуйя. Да и аминь. Поток скоро прорвется, мы увидим это. Спасибо. Спасибо.